здравствуйте меня зовут федор васильев и мы начинаем наш урок тема нашего урока виджеты да кстати если у вас задний фон по каким-то причинам стал вот так как сейчас у меня как бы замастился да вот такими маленькими они на весь экран то давайте это исправим идем в админку нашего сайта styling нажимаем на кнопку upload кликаем вот сюда вот галерея единичка вот наш задний план прокручиваем чуть ниже вот здесь выбираем ставим точку по центру и размер ставим точку полный и нажимаем вот на эту кнопку не забываем здесь нажать сохранить идем на сайт обновляем страницу вот теперь задний фон у нас встал как надо итак вернемся к теме нашего урока виджеты и давайте поговорим что такое виджеты где они находятся вот на главный если смотреть на наш сайт да виджеты это небольшие как бы модули блоки каждый блок выполняет какую-то функциональность да у нас блоки вот здесь вот архивы рубрики мета также у шаблона у этого music play блоки можно разместить футере в подвале то есть вот здесь внизу давайте посмотрим как блоки устанавливать и как их удалять отсюда ненужные идем внешний вид и выбираем виджеты в этом блоке показано активные установленные виджеты которые мы видим вот здесь на сайте то есть поиск вот он первый поиск каждый виджет имеет вот такую сбоку стрелку по клику по ней раскрывается меню с настройками виджета у каждого виджета настройки свои виджет удалять и устанавливать очень легко вот здесь слева стоят виджеты целая колонка не установленный до установить или удалить можно мышкой простым перетаскиванием например давайте удалим виджет рубрики и архивы ищем здесь архивы зажимаем мышкой и просто вот так оттягиваем ее вот сюда и отпускаем все мы отключили виджет и отключим виджет рубрики вот таким вот образом давайте пройдем на сайт обновим страницу и посмотрим у нас исчезли два виджета давайте оставим самый важный нам нужен поиск свежие записи и вот метода это блок входа на сайт если вам нужна регистрация на сайте у меня стоит кнопка выйти потому что я авторизован да а человек сможет нажать по кнопке зарегистрироваться давайте например мета можно просто также простым перетаскиванием выбрать ему позицию теперь он на самом верху давайте обновим страницу блок вот авторизация на самом верху теперь давайте раскроем его чтобы не было заголовка мета можно вписать здесь свой заголовок и он будет отображаться на сайте например войти нажимаем сохранить обновляем страницу и теперь у нас слова войти вместо мета также здесь можно везде прописать заголовки вам это уже понятно да свежие записи это количество записей то есть ваших музыкальных постов или просто каких-то статей здесь ставите то количество которое вы хотите чтобы отображался вот здесь вот сбоку и если ставите галочку например отображать дату записи свежий комментарий также убирать пять штук и можете придать и заголовок у нас есть еще вот такие колонки футер это блоки внизу их вот шесть штук давайте попробуем какой-нибудь модуль туда поставить установить виджет то есть вот есть виджет родной от вордпресс календарь давайте попробуем поставить его вот в этот футер кликаем по футеру чтобы он был так развернут тянем мышкой календарь колесом мыши крутим наводим вот сюда чтоб появилась такая рамочка и отпускаем также можно писать заголовок календарь и давайте обновим и посмотрим он должен быть в здесь внизу вот видите также здесь можно разместить еще несколько блоков если вам надо вот календарь у нас если вы видите виджеты начинающиеся с названия music play соответственно эти виджеты они идут вместе с нашим шаблоном также сможете их вот так перетаскивать перетянуть посмотреть за что они отвечают думаю понятно да что такое виджеты то есть меняете местами смотрите давайте например модуль войти расположим также внизу давайте откроем вот футер колонка 2 беремся мышкой за мета нажимаем мышь и просто тянем его вниз и отпускаем обновляем страницу и посмотрим что у нас блок мета авторизации появился вот здесь он здесь смотрится не очень красиво поэтому его наверно лучше все таки оставить там наверху в общем смотрите пробуйте по перетаскивайте самостоятельно потренируйтесь какие-нибудь виджеты посмотрите какие у них есть настройки думаю здесь ничего сложного нет а мы увидимся с вами в следующем уроке